Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я начинаю цикл передач «Начнем с нуля». То есть мы с вами рассмотрим те хитрости, те варианты изготовления всевозможных мушек, нимф, стримеров с использованием подручных средств и в то же время ничем не хуже, допустим, каких-либо покупных материалов. То есть то, что у нас имеется под руками, мы будем с вами использовать. В данный момент мы будем с вами, так как вы просили, как изготовить всевозможные глазки, закрепить и прочее. То есть такие, на первый взгляд, простые вопросы, но скажу вам сразу, кто всё знает, лучше не смотрите этот фильм. Значит, крючок я взял изначально, достаточно большой, где-то порядка восьмёрки. Производитель не фирма, допустим, или Гамакатсу, или Камасан, или же Тимка. Это обыкновенный крючок, который изготавливают наши умельцы. То есть тот, который можно купить, образно говоря, за пару копеек. Что мы можем изготовить из этого крючка? Нам понадобится с вами небольшой инструмент. Что именно? Значит, необходима зажигалка турбо. Или в таком исполнении, или же, вот как у меня имеется, в таком исполнении. Горелка несколько неудобна, друзья мои. Есть у меня дремл, которым я тоже иногда работаю, но здесь не та величина, которая, допустим, нам с вами понадобится. Для стримера, удобства, допустим, изготовления, я, как обычно, подгибаю колечко. Что мы для этого делаем? Для того, чтобы не нарушить закалку и покрытие всего крючка, я беру и в одном месте, так, чтобы дальше не переходило тепло, начинаю греть крючок там, где у меня находится колечко. Наши утконосики, плоскогубцы, любой инструмент, который у вас имеется, мы отражаем то тепло, чтобы не шло дальше по крючку. Вот закончили. Пока еще у нас теплый крючок, мы теперь берем наши любые плоскогубцы, какие только у вас имеются, или другой какой-либо инструмент. Но для начала мы переместим утконосики там, где мы будем делать загиб. И теперь аккуратненько я беру и начинаю вот так подгибать наше колечко вниз. Как вы видите, из одной формы у нас крючок превратился в ту форму, которая нам необходима. Теперь изготовление глазок. Значит, если у вас имеется вот такая леска, скажу сразу вам по секрету, это продается для газонокосилок, вот такая струна, которая отсекает траву. Ее можно купить практически метр-два, сколько вы захотите, и можно из этой лески уже изготавливать глазки. Или же, вот как у меня попросил мой друг, чтобы я более подробно показал, я взял обыкновенные две бусинки, пластмассовые. И теперь, друзья мои, нам уже понадобится с вами, вот здесь турбозажигалка не годится. Нам понадобится обыкновенная зажигалка, или же, допустим, пламя свечи, горелочки, какая у вас есть спиртовая. Что мы делаем? Я беру и краем подвожу. Оставили. Вот как вам видно на просвет, у нас образовалось вот такой небольшой шарик. Значит, перепроверим, проходит или нет, еще немножечко надо добавить. Значит, я не делаю вот ту операцию, которую вы очень часто, допустим, видели в интернете, как подогрели, потом шлеп, придавили зажигалочкой, и сплющили, сделали гвоздик. Для чего? Вот в такой естественной форме. У нас две полусферы соединяются, и у нас нет, допустим, той зацепистости нитки, когда мы с вами будем потом изготавливать эти глазки. Значит, вот в этом варианте у нас достаточно получается, вот, уже, в принципе, это достаточно. Подождем, пока остынет. Также можно крепить и вот на такую леску, которая значительно меньше по диаметру, где-то 0,5-0,7, это леска 1 с копейками. Все, посмотрели. Нас вполне устраивает шарик, и, как видите, он у нас не нарушает ни цвет, ничего. Теперь мы запомнили вот то расстояние, которое с вами мы прошли. Для изготовления глазок, вот у меня имеется специально вот такой пинцет, которым я вымеряю определенную ширину, которая мне, допустим, необходима. Очень удобно. Вот мы с вами, допустим, приложили сверху, ну, прикладывать, естественно, необходимо. Вот так. И мы видим, на какое расстояние нам необходимо установить нашу леску. Установили. Оставили вот в таком положении. Вот у меня он сразу, я кембриком, вот так его зажал. Естественно, отрезать ножницами очень неудобно. Поэтому я, как всегда, пользуюсь определенными вот такими инструментами. И буквально так, чтобы, ну, пару миллиметров аккуратно откусываем. Следим за тем, чтобы наши шарики пластмассовые не отстрелились. И вот теперь, в чем есть еще один вопрос. Мы вот вымерели с вами. Теперь мы можем, для того, чтобы шарик не повредить, вот так с вами аккуратненько сняли. У нас, как вы видите, уже больше места для работы. Мы не будем мучиться с нашим пинцетом. И опять же, чтобы не повредить теплом нашу бусинку, мы с вами берем и формируем здесь капельку. Значит, можно, допустим, завести здесь отражатели из любого металла, но это не так важно и принципиально. Этого вполне вот достаточно. И оставляем. Наша леска должна немножечко остыть. Ну, понятное дело, что все зависит от габаритов. Промерили, как у нас будут смотреться наши глазки. Вполне достаточно. То есть, вот, берем теперь наш пинцет, ставим его в зажим. Вот, как вы видите, у нас уже вышли те глазки, которые мы должны с вами изготовить. Теперь приступим к изготовлению с использованием. Я сразу буду отвечать на эти вопросы, так как вы меня, друзья, просили, как крепить и как мушка и прочее с пером. Поэтому в изготовлении вот этой самой-самой простой вот такой мушки мы с вами посмотрим, что можно, допустим, здесь добавить или же убрать. Что нам необходимо? Я ее буду изготавливать, скажу сразу, под свою рыбалку и с использованием тех материалов, которые мне необходимы для моей рыбалки. Мушку я буду изготавливать для поимки окуня. Значит, я использую в основном вот такой клей. Как вы можете заметить, это он гелевый. То есть, использование вот такого клея гелевого позволяет нам с вами иметь то время для того, чтобы можно было что-то исправить, что-то подправить. И самое основное, потом при изготовлении нашей мушки или стримера, или нимфы нам необходимо вот все это потом, что мы спалили с вами зажигалкой, изготавливая колечко, подгибая, потом скрыть лаком. Но скажу вам сразу, наша мушка будет быстрее оторвана или растерзана нашей рыбой, чем появится какая-либо ржавчина. Значит, нить. Нить я беру где-то порядка 6-0. Ровница. В чем заключается ровница? Как вы видите, я начинаю наносить ее вот такими, как вы видите, движениями на цевьё, и она у меня ровненько разглаживается, она не крученная. Если бы несколько прядей были бы скручены, вот тогда было бы значительно хуже. Поэтому я предпочитаю в основном работать вот ровницей. Более удобно, что касается толщины нитки. Все зависит от тех материалов, которые мы будем использовать для изготовления нашей мушки. Можно использовать здесь и значительно тоньше, но учитывая то, что мы будем изготавливать с вами подложку, скрыть необходимо нам цевьё, так как мы будем тело изготавливать люрексом. Мушки вот такого типа это из семейства паучков, пальмер, спайдер, как его называют, достаточно уловистая, поэтому её можно изготавливать как в мокром варианте, как в сухом варианте, как с суспендером. Вот в данный момент мы будем изготавливать с вами такой стример-мушку, который будет работать в определённой толще воды. если мы с вами вот эти глазки изготовим из латунных шариков или же даже из стеклянных шариков и закрепим их вот так сверху, то наш крючок всё время будет идти вот в таком положении. Уже будет у нас не зацепляйка. То есть вы уже сами будете следить за тем, как вам будет удобно. Также если вы хотите, можно немножечко поморочить голову, изготовить форму вот такую с отверстиями или без отверстий отливать сразу свинцовые вот такие глазки. Есть всевозможные наборы. Сейчас я попробую быстренько вам найти. Ну, здесь скажу вам сразу вот у меня. Это я беру точу на токарном станке вручную. Но продаются вот такого типа наборы разные по диаметру, разные по весу. Это уже готовые глазки-гантельки. Вы можете спокойненько их брать, друзья мои, и не морочить голову, если у вас уже имеются вот они вот так в таком, допустим, состоянии, как вот я иногда покупаю вот такие. Они бывают и вольфрамовые, значительно огруженные, или же допустим, под определенный какой-то для меня диаметр. Поэтому выход можно найти всегда. Можно аккуратно руками просверлить две дробины охотничьих и также изготовить из свинца. Теперь переходим к самому основному. Я ее изготавливаю, как я уже говорил, для конкретной рыбалки. И хвостик, в отличие от той мушки, у которой есть своя легенда, я буду изготавливать из красной пряжи. То есть у меня будет эта мушка чем-то напоминать Red Tack. Вот такими движениями подхватили и для того, чтобы не нагромождать материал, пока это все оставляем. Что нам с вами еще, друзья, понадобится? Нам понадобится или леска, или, как я неоднократно показывал, вот имеется вот такой провод для намотки спиралей нехром. Он у меня здесь толщиной где-то 0,15, разрывная нагрузка его где-то порядка 20 килограммов. То есть вполне достаточно для того, чтобы выдержать любые поклевки нашей рыбы. Прикладывая его также по длине нашего красного красной пряжи шерсти, также вот так виточком взял немножечко подхватил. Увожу обратно в сторону свою проволоку. Теперь нам с вами понадобится закрепить друзья мои перо. По поводу перьев у меня уже были с вами разговоры фильмы, значит вы посмотрите и увидите сами. значит вот это перо оно находилось в боа. Это относится к категории шляпных перьев, которое само по себе имеет и хорошую стекловидность, крепость и в то же время достаточно хорошо играет в воде. Но это не является для вас допустим какой-то панацеей, что обязательно необходимо вцепиться за это. Можно взять обыкновенное вот такое крашеное любое другое перо, которое имеется у нас и из него изготовить. Самое главное, чтобы у нас величина бородок соответствовала загибу нашего крючка и той мушки, которую мы с вами изготавливаем. Теперь что мы делаем? Я значит эти материалы чтобы значительно легче и хорошо держались мы с вами теперь еще возьмем вот обыкновенный люрекс из галантерейного магазина. Если у вас допустим друзья имеются наборы которые продаются дополнительно вот еще вот в таких вариантах пожалуйста используйте это значительно качественнее и скажу вам сразу немножечко лучше. Хотя в галантерейном магазине можно найти достаточных хороший качественный люрекс значит цвет я беру серебристый можно использовать золотой любой как вы допустим для себя захотите для своих нужд и здесь также в одной точке это все подхватим для для того чтобы наша мушка служила долго и счастливо я беру капельку вот нашего клея буквально промазываю те материалы которые у меня имеются точку там где мы закрепили все материалы ничего не отрезаем ничего не подравниваем то есть в этом у нас нет никакой сейчас необходимости хорошо подмажем для того чтобы закрепить все материалы в пределах разумного и теперь аккуратно так чтобы мы могли потом выполнить хорошее красивое тело начинаем виточек почти вот так вот к виточку крепить весь материал который мы с вами по всей длине уложили если вот как у меня вышел небольшой пропуск это не страшно так как мы с вами еще дополнительно вернемся и сделаем хорошую подложечку под наш люрекс вот мы изготовили теперь возвращаемся вот так обратно и выравниваем все ступенечки которые у нас имеются при изготовлении нашего тела ну на моем крючке были зубчики для лучшего удержания наживки поэтому мы также их как вот вы видите хорошо аккуратненько мы с вами выровняли если необходимо можно вернуться обратно и аккуратно теперь мы подводим нашу нить к тому месту где мы будем крепить глазки в чем заключается особенность крепления глазок значит мы должны с вами изготовить ну небольшой шарик но для того чтобы мы сейчас закрепили глазки мы должны промотать люрексом ну почти до самого колечка пока еще у нас лак до конца клей наш не впитался я беру опять небольшую порцию клея и также его наношу снизу сверху сколько мне необходимо опять же друзья в пределах разумного теперь берем наш люрекс и выберем для себя как вам будет удобно на себя производить обмотку или от себя это не является принципиальным самое главное чтобы мы вот вначале выровняли место как мы будем двигаться и выбрали тот угол с которым мы будем выполнять обмотку с небольшим нахлестом внимательно вначале следим за тем чтобы наш люрекс не попал на жало как вы видите у нас уже получается вот такое симпатичное тело изготовленное из люрекса магазинного также можно использовать скажу вам сразу но не так долго служит но по крайней мере нам позволит рыбачить это вот тот материал который я вам очень часто показываю из упаковок блестящий там он несколько тоньше люрекс не такой надежный но в то же время позволит нам какое-то время рыбачить доходим до колечка поднимаем люрекс наш вверх перекидываем катушку и вот так вот немножечко подтягиваем так чтобы только-только вот подхватить теперь мы можем с вами спокойно промотать немножечко впереди и как вы видите у нас уже в небольшом замке закреплен люрекс и под самое основание теперь его отрезаем теперь мы уже с вами друзья можем спокойно с вами изготовить глазки значит теперь выберем для себя вот тот момент где мы и как будем крепить глазки это все зависит от той величины лески и самих бусинок которые мы с вами изготовили я нанесу немножечко клей для того чтобы несколько уже было крепче место крепления и от самого вот как вы видите колечко разравнивая свою нить начинаю двигаться к точке где я буду крепить свои глазки вот для меня вот это место где мы закрепили с вами остатки люрексов вполне будет достаточно и теперь закрепим наши глазки глазки крепятся сперва я уложил сверху вот так крест-накрест слева направо справа налево как вам будет удобно как вы работаете вот мы с вами должны их закрепить следим за тем чтобы наши глазки не наехали на колечко было свободное место и ну и в то же время чтобы была какая-то симметрия после того как мы немножечко закрепили я беру вот в этой верхней плоскости подхватываю ту нитку с небольшой натяжечкой для того чтобы уже окончательно зафиксировать мои глазки как вы видите они у нас расположены как нам нужно как мы хотели теперь что мы дальше делаем нам понадобится теперь то перо вот которое мы с вами друзья мои подготовили теперь я выбираю вот ту величину которая мне необходима по моим бородкам мы прикладываем и смотрим насколько более симпатично будет смотреться мой ершик вот где-то в этом месте я беру и отрываю перо освобождаю ость совсем немножечко у нас вот получилась такая конструкция теперь я беру сразу за глазками подхватываю наше перо оно должно у нас находиться строго вот в такой вертикальной плоскости если по каким-либо причинам оно у нас прокручивается желательно друзья мои нам его еще немножечко подровнять вот так должна выйти конструкция чтобы у нас все было значительно по по поклевкам крепким я беру опять наношу на место там где я изготовил глазки немножечко клея елевого но теперь придется немножко подождать пока он у нас подсохнет клей наш подсох и теперь учитывая то что длины пера для меня мне достаточно я не буду пользоваться перодержателем буду его наматывать рукой в районе глазок я беру делаю один или же полтора полных оборота теперь нам остается с вами выбрать вот тот шаг с помощью которого мы будем проводить обмотку по телу пальмер почему они так и называются с расчетом того что перо становится короче мы берем с вами перодержатель шаг величину и все остальное друзья это вы уже подберете для себя сами учитывая то что у меня перо достаточно мягкая то есть мне вот этой величины вполне достаточно под весом перодержателя мы оставляем перо у нашего загиба берем теперь наш провод проволоку которую мы с вами закрепили удерживаем перо и теперь начинаем вот такими движениями выполняем вначале один полный оборот раздвигаем наши бородки и с определенным друзья шагом мы должны с вами произвести обмотку по нашему телу раздвигать не ленитесь раздвигать не заминайте бородки как я уже говорил можно использовать и леску и медную проволоку то есть любой материал который достаточно крепкий для того чтобы закрепить наше перо будет вполне достаточно доходим до места крепления пера и здесь мы уже с вами должны аккуратно не нарушив изготовление наших глазок вот таким движением через глазки остановиться и в районе как вы хотите можете выбрать или же взять у нас вот так обмотать колечко закрепить а потом изготовить головку все остальное или же за глазками это уже не является столь принципиальным главное так чтобы вам было это удобно давайте закрепим удалим нашу проволоку значит в чем здесь заключается еще небольшая проблема чтобы не оставалось острых углов при обкусывании провода нашего я обычно пользуюсь таким приемом как просто этот провод отламываю поэтому берем подхватили вот так значит бородки что попадает желательно сразу убрать чтобы у нас головка была более симпатичная можно слегка увлажнив их увести в другое место вот и промотаем здесь ровно столько чтобы закрепить нашу проволоку два три четыре пять сколько необходимо оборотов после этого я беру и удерживая ноготком место крепления начинаю вот так вот прокручивать наш провод он отломался уже это место где мы отломали оно у нас уже достаточно хорошее теперь переходим к основному моменту я специально не отрезал вот это перо и не отрывал так как как вы видите его спокойно можно взять и после того как мы закрепили оторвать теперь берем изготавливаем наш хвостик значит хвостик здесь ну несколько длиннее чем у ред так скажу вам сразу я обычно если не знаю как мне его объяснить почему я делаю такой длины в большинстве случаев я пользуюсь вот загибом и обрезаю по величине моего загиба натянули и одним движением отрезали у нас получился вот такой красивый хвостик теперь вот мушку можно оставить в таком варианте как она есть ничего больше не добавляя но можно еще между глазками добавить люрекс ну вернее вот такой дабинг который изготовлен из всевозможного люрекса поэтому я сейчас это не изготавливаю эта мушка сама по себе и так достаточно уловистая я единственное учитывая то что нить у меня друзья как и у вас белая я беру маркер которым я не стесняюсь и не стесняйтесь вы пользоваться слегка вот так проведу подкрашу кусочек своей нити и здесь уже выполним завершающий узел следим обязательно за тем чтобы у нас перо не попадало под нить совсем незначительное так чтобы совсем немножечко закрепить ту часть материалов которые мы изготовили потому что на это место мы по-любому с вами капнем капельку лака можно этого же клея но скажу вам сразу не экспериментируйте это в крайнем случае если уже у вас ничего нет но вам хотелось бы изготовить мушку и пойти на рыбалку можете использовать лак для ногтей как вы обратили внимание я не срезаю нить вот так а я ее подсекаю как бы ножом ножницами за счет этого у меня края получается ровная вот и все как видно вот готова уже полностью у нас наша мушка глазки хорошо закреплены теперь перейдем к тому моменту который вы неоднократно меня спрашивали я уже вам рассказывал что можно вот этот лак дает прозрачную вернее клей вот этот дает прозрачную пленку можно спокойненько нанести мне точечку вот этим гелевым клеем но учитывая то что у меня допустим имеется в наличии лак лак клей я уже неоднократно его показывал это не реклама фирмы хэнс это лак клей глубокой глубокого проникновения и сильной фиксации чем он отличается он как вы допустим сейчас вот увидите я для эксперимента вам покажу другой вот лак на нем написано боди финиш то есть это уже лак который как вы видите густота его несколько больше он уже рассчитан на то чтобы производить финишную головку этот же лак с расчетом того что вот я вам показываю он достаточно подвижен жидкий я беру обыкновенную вот иглу от медицинских шприцов понятное дело неиспользованную и за счет этого у нас более аккуратно выходит нанесение лака пальцы мы должны как я уже неоднократно вам говорил друзья вот так соединить две руки вместе и эта рука обязательно держится за тиски тогда у нас зафиксировано и не дрожит если мы с вами ни за что не будем держаться и пытаться нанести физиология наша человеческая такая не от того что мы пьем или не пьем у нас все равно будут дрожать руки и теперь уже аккуратненько наносим наш лак клей определенными порциями так как он проникает в нить и мне необходимо в отличие от другого допустим лака два три иногда допустим и пять раз нанести его для того чтобы была более менее симпатичная красивая головка вот и все друзья мои как вы видите вот такой пальмар ершик который рассчитан у нас на поимку окуня я изначально взял величину крючка несколько большую для того чтобы отсеять всякую мелочь в таком варианте если вы будете изготавливать допустим на крючке вот фирмы гамакатсу номер четырнадцать можно ловить практически любую рыбу которая густера уклейка красноперка не пропускает но я изготавливал вот эту мушку для поимки окуня вот и все друзья мои если есть у вас какие-то вопросы пожалуйста пишите я на них отвечу благодарю вас за внимание до скорых встреч пишите Спасибо.